Вода была вот такого уровня, ниже моего пояса, выше моего пояса. Таскали детей на своих плечах. Вот так. И вот делал я вот эту через эту дверь. Там огород. Это сейчас Рашид может говорить об этом спокойно. А на тот момент, когда потоп охватил всю улицу, и вода хлынула в дом, единственное, о чем он думал, как спасти двоюродных сестер и братьев. Казалось бы, в эпоху цифровых технологий любое происшествие тут же придается огласке. Однако история, которая произошла несколько месяцев назад, приобрела широкую известность только сейчас. Во время сильного потопа в Викажево под воду чуть не ушли 8 детей. Герой нашего времени. Именно так можно назвать 15-летнего Рашида Тумгоева, благодаря реакции которого трагедия миновала семью Бековых. Еще совсем недавно здесь можно было проплыть разве что на лодке. А сегодня, как видите, ничего не напоминает облом происшествий. Жителями верхней части этой улицы повезло больше. Их удар стихии не затронул. А вот те, кто обосновался в низине, ощутили на себя всю мощь целевого потока. После всего этого я понял, я посмотрел видео с телефона. Я не думал, что я на такое способен, но я это сделал. У Рашида на руках было по двое детей, когда он вытаскивал их через окно. Сейчас же он и сам удивляется, не понимая, как смог их удержать. Единственным спасением на тот момент стал пригорок на заднем дворе. Ты знал, что это место или что? Ну, тут в огороде подъем. Вот сюда вода никогда не поднимется. Вот мы тут стояли пока. Примерно 10-15 минут мы стояли, пока не придут соседи и не заберут детей. Я сам не смог всех восьмерых упасти. Но я тоже четверых принес. Разбил, выдвинул эту дверь, разбил меня. Не все спасенные помнят тот момент. Дети были перепуганы. Но маленькие Хадия и Айна до сих пор вспоминают про море с большими волнами. Ты испугалась? Да, очень плакала. Очень плакала, испугалась. А как вы решили выйти? Кто вас спас? Как вы все просили? Рашид спас нас. Так, большая вода была. Волны вот так сходили. Еще Рашид. Если бы Рашида не было, а то мы не справились. Жители не поняли, что происходит. И невозможно представить, какой бедой бы моглость обернуться, не окажись Рашид рядом. Да, Магомед? Рашид Тунгоев, как и подобает истинному ингушу, скромничает. Говорит, что на его месте каждый поступил бы так же. Это долг каждого гражданина России. Вода была ледяной, вспоминают дети. Дома были только тетя и бабушка. Рашид по счастливой случайности оказался рядом. Он приехал в тот день к тете на каникулы. Первая затопила гостевую. Оттуда вода начала заполнять остальные комнаты. Тетя Рашида и бабушка восьмерых шестивчиков Тарикат Бекова гордится своим племянником. Если бы не оказался, я не знаю, что смогла я сделать. Я сама в шоком состоянии была. Дети плакали. Вода поднималась, поднималась. С этой стороны помощи ожидать не надо было. Наоборот, мы их таскали наверх. Отец тоже горд с сыном, хоть и скромничает. Момент наводнения Абу-Мусим был недалеко от Икажева. И после того, как услышал о происходящем, сразу кинулся на помощь родным. Еще нет такого, чтобы хвалить детей. Вы это знаете, поэтому как спасти, в первую очередь. Это любого человека, детей надо спасти. Девятиклассник Рашид – единственный ребенок в семье. А после произошедшего он точно определился с будущей профессией. Хочет стать спасателем. Подвиг бесстрашного школьника не остался незамеченным и на федеральном уровне. Рашид получил высокую награду из рук Валентина Матвиенко. Зелимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24.